Абдулай, я хочу спросить, ты несколько раз в фильме произносишь слово справедливость. Ты говоришь о том, что ты воюешь за справедливость, за правое дело. Почему ты в этом так уверен? Дело в том, что воссоединение людей, которые хотят быть с Россией, которые хотят вернуться в свой дом и которых не пускают туда, я думаю, справедливо делать все, чтобы помочь им вернуться домой. Я положил свою жизнь на кон. Вы хотели Абдулле, прорывались, вопрос какой-то задать. У меня вопрос такой. Что мешает русским людям, живущим на Донбассе, сесть в поезд и поехать в любимую Россию? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как бы ты отреагировал, если бы часть Афганистана решила присоединиться к Пакистану и начала с пакистанскими флагами бегать по Афганистану? Благодарю вас. Можно я со второго отвечу? Пакистан искусственно формированная страна, которую только создали и как раз разделили. И исходя из этого и есть вся эта война. Сейчас там находятся основные воинские части ИГИЛа. То есть основные воинские формирования уже переброшены в Пакистан. Это как перевалочная база. Разделили, кстати, пуштовский народ. Абдулла Пуштова из племени Алаказань. И родился как раз неподалеку от Азеристана, где проходит линия Дюрама. То есть из-за целостности Афганистана, правильно? Один момент. Один момент. Ну, я понимаю, что вы сейчас подберете из-за целостности с Украиной. Афганистан привел просто как пример. Там кто у вас еще граница какая-то? С Таджикистаном вы границуете, да? Вот хорошо, часть присоедините к Таджикистану. Часть Афганистана присоедините к Таджикистану? Да, бегает по Афганистану с таджикскими флагами, и мы Таджикистан. Часть Афганистана, ну это не совсем правильно, аналогия. Опять неправильно. А на Украине значит правильно. А вам самим никто не хочет. Вы сами не хотите. Александр, я не знаю. Можно я здесь человеку, который воюет? С моей точки зрения он воюет не за что. Абдулла, сказали, что ты на Донбассе воюешь не за что. За что ты воюешь на Донбассе? Я воюю за справедливость. Я воюю за большую, огромную семью, где есть... Я за эту большую семью, где есть в том числе и Украина, со своим языком. Со своей... С этой вышиванкой, красивой вышиванкой. Я за это. Так, так те, за кого ты воюешь, они хотят уничтожить Украину. Они не уважают Украину. Сергей, я ваш вопрос напомню. Вопрос, почему русские, из-за которых ты воюешь на Донбассе, не сядут в поезд и не уедут в Россию? Оставят свой дом, оставят свою семью, оставят могилы своих предков и уйдут. Так они родом из России, они на Донбассе чужие. И вы родом из России? Нет. А вы забыли? Нет. Кто эти города строил? Ты вообще о чем говоришь? Украинцы строили эти города. Да что ты взял? Я не буду оскорблять вас. А меня не за что. Нет, я не буду вас оскорблять. Вопрос не в том, есть или нет. Я не буду этого делать. Моя солдатская этика не позволяет мне оскорбить другого человека. Тем более в присутствии других людей. Это раз. Второе. Вы подумайте. Только что вы сейчас говорили, вот допустим, ваш сосед, коллега, говорил за Афганистан. 40 лет у нас идет эта война. Туда была замешана Америка и говорила благими намерениями. Теперь в Афганистане одна женщина продает своего ребенка на органы, чтобы накормить остальных своих детей. Вы то же самое хотите для своих украинских детей, матерей и жен? Так будет. И вы своими плечами их заносите туда. Вы это делаете. И это будет. И когда это случится, вы от сюда голову не сможете поднять. Которские украинцы живут вот так. Потому что оттуда вас выкинули. Это вы жили вон. Просто выкинули. И вы живете за трудных людей. Там живут украинцы нормально. И выгоним из Донецкой луга. Это вы так живете. И вы всегда подло убиваете людей. И вы всегда победили, потому что за нами правда. Нету за вами правду. Была бы за вами правда. Вы бы горстым нас смогли раздавить. Вы ничего не смогли сделать. Вот это и Бог с нами. Я, конечно, меня всегда это смущает. И Бог с нами за Бог. И никогда не сделайте. Это нужно очень детским и убежденным человеком. Абдулла будет продавать своего ребенка на органы. Вы будете этому виноваты. Абдулла, секунду, секунду. Абдулла, а у тебя есть что сказать человеку с той стороны? Да. Ведь все равно, Александр, ты можешь не разделять его идеи. Но ты не можешь отрицать, что он тоже человек искренний и убежденный. Да, я услышал и это понял. Александр, я приветствую тебя. И душа-то у него болит за Украину, ведь согласись. Да, да, я вижу. Александр, я приветствую тебя. Я боец... Да. Я боец 1-го армейского корпуса. 11-й полк, 2-й мотостроковый батальон. Если твоей жизни с твоими мыслями в Киеве или там на Украине тебе будет угрожать опасность рано или поздно. Приезжай в Донецк. Мы не будем тебя преследовать. Чем сможем, поможем и поддержим. Потому что такие, как ты... Вот. Такие, как ты, нужны и Украине, и России. Все. Я не думаю, что Александр приедет, но, тем не менее, это, в общем, очень благородные слова. Но мне просто кажется, что Александр подлинный патриот Украины. В отличие от многих, кстати, он подлинный патриот, и он искренне переживает за свою родину. Смотрим и обсуждаем фильм Александра Сладкова «Мы – Донбасс». И говорим мы не только об этом фильме, но говорим о традиции добровольчества, непреложной русской и советской традиции добровольчества. Абдулла, я хочу тебя спросить. Меня, конечно, поразил эпизод в фильме, где афганцы поют украинскую песню, танцуют. Честно сказать, вот до кома в горле. Потому что я подумал, это же какая была страна великая, которая смогла так объединить разные народы и разные идеологии. И смогла, например, русским позволить смотреть фильмы рижской киностудии и восхищаться ими. Но вот я хочу тебя спросить, ты в фильме несколько раз говоришь, что ты советский человек. Что для тебя значит быть советским человеком? Это те смыслы, которые заставляют тебя поехать на Донбасс? Это ты про это говоришь, что ты советский человек? И это в том числе. Для меня советский человек... Вот Крест, он же тоже говорит, я советский человек. Да? Крест молодец. И, кстати, он реально был успешным бизнесмелом и серьезно занимался строительным бизнесом. То есть, если нужно будет какие-то доказательства или что, мы это вышли. Это раз. Теперь за советского человека. Для... ну, честно вам сказать, то, что я помню, то, что я видел в Советском Союзе, то, что я вижу сейчас, это небо и земля. Советский Союз это, скажем так, погибших лет святые звуки. Есть... Есть идея вот эта, да? Когда можно сказать, ничего у вас не получится, ничего не будет, это все туфта, надо зарабатывать деньги, надо там жить для себя, ездить на моря и все такое. Ну, это червяки. Ну, мы состаримся, а мы и умрем. Ну, что-то же надо делать. Оставить после себя имя, дела свои. Понимаете? В Советском Союзе делали это. В Советском Союзе была справедливость. Человек мог учиться, человек мог получить образование. Человек мог делать, выполнять свои мечты. И делал это и для других людей, и искренне. Для мира. Для всего мира. То есть, не было мое, я, я, мне, 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 деньги, зарплата, еще что-то. А вот, допустим, ваши слова. А ты вот за гречку. Да, за гречку. Для всего мира. Для зарплаты. В нищете. Можно зарядить в Советском Союзе? Сергей, вы прям засмеялись, когда... Я вот сейчас правому сектору слово дам. Это не про вас, Андрей, простите. Правый сектор, это не вы. Так, просто расстановка у нас такая. Сергей, вы засмеялись, когда Абдулла говорил, а я, в общем, понимаю, о чем он говорил, о том, что советский человек не был идеальным потребителем, что сегодня пытаются сделать из нас, из россиян и из вас, из украинцев. Так почему вы смеялись-то? Почему вас так это заселило? Я смеялся, потому что у человека какая-то странная каша в голове. То есть он считает, что... Кто бы говорил, ну ладно. То есть он считает, что зарабатывать деньги, ездить на моря, там, растить детей, учиться, это какая-то вообще... Это какая-то ерунда. А вот прийти на чужую землю, распилить заводы на металл, вот отжать автосалоны... Я там только кормил ваших людей. Вот это, вот это... Я там вашим бабушкам помогал. И ничего, это реакция на право. Реакция на истину. Потому что я тогда вас запреследую. Лично тебе. Расграбили в Донбассе все. Абдулла, хочу заметить, справедливое замечание. Вот это ваша идея. Он вас удивил. Я там идею, понимаете? Вы мародеры, ваша идея мародерства. Нет, это ты мародер и убийца. Это ты. Да, конечно. И ты перегибаешь уже. Сейчас, секунду. Сергей, знаете что? Вот все время... Терпению есть предел. Вы говорите, что пришли, распилили заводы, но буквально недавно Верховная Рада и вообще власть на Украине возмущалась, что заводы власть на Донбассе национализировала. Это как с оккупацией русской. То она есть, то нет. Вы уж определитесь, или заводы распилили, или сейчас... Нет, это им надо определиться. Что же они фашистов три года кормили в бюджет? Вот тогда надо определиться, а? Или сейчас... Антифашисты кормили фашистов, как смешно нам. А они не хотели отрываться от Украины. Да вы что? Они не хотели отрываться от Украины. А может быть... Ну просто остановить предприятия на момент... Да нет. Они просто боялись, что люди безработными от Украины снесут их в чертеж собачьи. Да, решили огромное количество... И сейчас защите свою Украину! И это я там поймаю за его предприятие. Нет, мы никакого объяснений. Игорь? Да, вот мне был просто очень такой важный момент. Вы говорите про Советский Союз, про равенство, про братство, о том, что вы боретесь за то, чтобы люди жили счастливо вот в рамках этой своей концепции. Правильно? Это означает, что вы воюете там, в общем-то... Служу, я уже повторюсь. Я служу. Да хорошо, служите. В армии. Служите, воюете. Ну вы воюете же, ну вы стреляете. Нет, я служу. Надо будет стрелять, я стреляю. Надо будет убивать. Хорошо. Я буду убивать. Из этого следует, что вы это делаете ради своих интересов, личных убеждений. Нет, нет, нет. Если бы я делал ради своих жителей из Долбасса, я бы за тебя служил. Просто потому, что вы этих жителей не спрашивали. Они вас туда не звали. Ваши люди меня подали и за меня шали. Чтобы я служил. Ну подождите. Вы даже не можете дослушать. А советские... Дальше. По поводу Советского Союза. Секунду. Очень важный момент. Игорь.